В начале пандемии мы были на первом месте в регионе по числу инфицированных. И, кстати, нулевой пациент тоже появился именно у нас. Малоизученная инфекция, которая с невероятной скоростью распространяется по всему миру. Опыта в лечении недостаточно. Инфекционные отделения не рассчитаны на такой поток пациентов. В Одинцовском округе в режиме чрезвычайной ситуации начинается переоборудование медицинских учреждений. Капитальный ремонт двух корпусов медцентра в Звенигороде провели меньше, чем за три недели. Это был первый в Подмосковье перепрофилированный стационар для больных с COVID-19. За считанные дни развернули инфекционное отделение в хирургическом и терапевтическом корпусах Одинцовской больницы. Буквально за месяц с нуля был построен инфекционный центр Министерства обороны на территории госпиталя РВСН. Госпиталь в парке Патриот, перепрофилированная Никольская больница. В Одинцовском округе удалось создать самый большой в регионе коечный фонд для коронавирусных больных. На медиков легла колоссальная нагрузка, с которой они справились. Большую помощь жителям муниципалитета оказали волонтеры Единой России. В пик пандемии добровольцы совершили 130 тысяч звонков с предложениями о помощи. Отработали почти 7 тысяч заявок. Они доставляли лекарства, решали бытовые вопросы тех, кто соблюдал карантин и не мог просто выйти из дома. В транспорте или в общественных местах раздавали маски. Вместе с сотрудниками соцзащиты и сотрудниками территориальных управлений ежедневно обзванивали и консультировали жителей округа. Несмотря на пандемию коронавируса, система здравоохранения Одинцовского округа продолжила развиваться. Завершилась реконструкция поликлиники номер один. Ее мощность увеличилась вдвое до полутора тысяч посещений в смену. В арсенале нашей поликлиники самое современное оборудование, в том числе тяжелое. Это КТ-аппарат, это рентген-аппараты, флюорографы, мамограф. Также мировым стандартом отвечает и наше эндоскопическое отделение. Теперь пациентов там обследуют с помощью видеокапсулы. На базе детского стационара Водинцова заработало отделение детской гематологии. Первое в Подмосковье. В Одинцовской областной больнице начал прием пациентов в сосудистый центр. Завершился ремонт амбулатории на Армейской улице в Кубинке. На финальной стадии работы в Звенигородской больнице. Еще одна ключевая задача – это организация пунктов вакцинации. В настоящий момент у нас их 23, в том числе 6 в торговых центрах. Прививку от коронавируса уже сделали более 44 тысяч жителей. В том числе 35 тысяч привились вторым компонентом. Дефицита вакцины нет. Сегодня идет проектирование поликлиники в Ромашково. По государственной программе Московской области на строительство этого медицинского учреждения выделят 755 миллионов рублей. В 2021 году должен быть готов проект, пройти экспертизу, а строительство начнется уже в следующем. По плану поликлиника в Ромашково будет введена в эксплуатацию в 2023 году. Кроме того, офис врача общей практики появится в Савинской Слободе. Строительство объекта начнется в 2022. Ремонт на Одинцовской и Голицынской подстанциях. Скорой помощи проведут уже в этом году. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.